Травма одного из игроков команды департамента образования в самом начале первого игрового отрезка задала тон всей встречи. Учителям пришлось принять роль догоняющих. Как признался капитан команды Олег Андрейчиков, проигрыш не позволит им дальше бороться за кубок. Но со своими соперниками они уже не один раз встречались и даже выигрывали у них. Поэтому шансы на победу есть. Они тоже знают нас достаточно хорошо и знают, как с нами бороться. Силы равные по большому счету. Кто будет более умелым. Профессиональных спортсменов нет и в команде «Старт». Ее костяк составляют работники завода в НИЭФ. Волейболом занимаются в свободное время. Правда, многолетний опыт и сыгранность команды позволяет им успешно выступать уже не первый год. На этом турнире мужчины поставили себе цель попасть в призеры. Если честно, мы держимся в середине. Ну, планы в троечке быть. Я не говорю пока про первое место. Может быть, на первое место еще команда не готова. Но в тройке, я думаю, должно быть. По регламенту соревнования победителем в матче будет та команда, у которой будет три победы из пяти партий. Игра у «Старта» задалась. Первые два игровых отрезка успешно выиграны. Но дальше команда департамента образования начала действовать более активно. Правда, к такому повороту событий заводчане были готовы. Мы тренируемся же все вместе. Залов не слишком много, чтобы наигрывать секреты, скажем так. Поэтому все друг про друга все знают. Уступив в двух партиях, команда «Старт» в последнем игровом отрезке все же смогла проявить все свое мастерство и одолеть преподавателей физкультуры. 3-2 и «Старт» продолжает свое движение к кубку. Смогут ли они подняться на первое место? Узнаем совсем скоро. Кирилл Осенин, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.